Продолжим грамматический разбор Суры Ат-Тин. Мы дошли до 5-го айта, ثم رددنه أسفل سافلين. Потом мы вернём или неизвернем его, будучи нижайшим из низких. ثم — это حرفاتفن союз. ثم — указывает на последовательность и наличие большого промежутка времени. ثم — с неизменяемым окончанием с фатха на конце. ثم — رددنه أسفلين مادن — глагол прощающего времени. ثم — с неизменяемым окончанием с суконом на конце. ثم — لتساله بدمير رفع المتحردك так как он присоединён к огласованному местомению падежа رفع المتحرد. ثم — مستميني نا. ثم — لتساله بدمير متحرد نامتحرد نامسل المتحرد نامسل مبنى على سكونين так же как предыдущее предложение это предложение то есть предложение рода дна не будет иметь места в падеже дальше аль-хау рода дна-ху ха это домир нутаслин слитное местомение мобни'а надломи с неизменяемым окончанием с дома на конце фима халли на спин на месте падежа на спинительную падеже мафул бихилья рода прямое дополнение глобола рода асфаль это халин мина мафули халин то есть обстоятельства образе действия от прямого дополнения то есть местомение ха мансубан поставлено состояние извинительной падеже в алямуты и нас бихи признак падежа нас в этом имени аль-фатху за хирату аля-ахилихи явнояя фатха на его конце васфаль это мудафф являет первым членом изофитного сочетания изофитной связьки ва сафилин это мудафф или их второй член изофитного сочетания, маджруран бель мудафи, поставлен мудафом в состоянии джар, родительной падежи. У аламуту джарри признак падежа джар в этом имени, аль-яу, т.е. харф улья, аль-яу неябатан аниль-каср, это харф я в качестве замены касри, филисмил муфриды, т.е. касри имеющийся в имени единственного числа. Почему лен нахуджам умузаккарин сальман, т.к. это целое множественное число мужского рода, унуна анун на конце, как некоторые приводят, это айвадан аниль-тануин филисмил муфриды, является замена, возмещением тануину имевшемуся в имени единственного числа. Следующий айт это илля левин аману, ва амилю ссалихати, фалихум аджрун, гойру мамнун, кроме тех, которые уверовали и совершали деяния, им уготована награда неиссякаемая. Илля это адату ститнайн, харфу ститнайн, средство или частиц исключения, мабни аля суконин с неизменяемым окончанием с суконом на конце. АЛЛЛЕДАИН АТА ИСМУЛ МАУСУЛИН Относительное местомение мабни аля фатха с неизменяемым окончанием с фатха на конце, фи махалли на смене на месте падежа на сменительную падежа. АЛЛЯАННУХ МУСТАЦНАН МИН АЛХА МИН ХАЙДУМИЛ ФИ РАДАДАНАХУ. Исходя из того, что это исключаемое имя из местомения ХА, являвшегося мафольбихи прямым дополнением глагола РАДДА. АЛЬАЙДИ ИЛЛИ ИНСАН. Который, в свою очередь, возвращается к слову АЛЬИНСАН. Почему? Потому что ЛЕНГУ БИМАНАЛЬДЖАМАТИ. Так как оно здесь слово ИНСАН, и возвращается к нему местомение ХА, здесь значение множественного числа, т.е. люди, общество или группа людей. АЛЬАНУХ МУФРАДИН Несмотря на то, что оно здесь пришло в форме единственного числа. Но у него значение множественного числа. Мы уже разбирали подобное, например, в суре АЛЬАСР. ИННАЛЬИНСАНАЛЯФИ ХУСЛИН ИЛЛИ ЛЛИЗИН АМАНУ ИЛЛА АХИЛИХИН Также ИЛЛЯ здесь может быть и в значении ЛАКИНН. Т.е. «Однако», в значении «однако», «но» и т.д. В этом случае мы скажем ИСТИСНАУНМУНУКАТАН. Т.е. в этом случае АЛЬИЗИНАМУДЕТ МУПТАДА. Подлежащее именного предложения. ФИ МАХАЛЛИ РАФ ИННАМЕСЬ ПАДЖА РАФ ИМЕНИТТИНУ ПАДЖА. АХАБРУХА ЙОХАБРЫ, т.е. «Где ЙОХАБРЫМ», сказуемым у нас будет являться предложение «ЛЯХУМ АДЖРУН», т.е. «АЛЬЖУМЛЯТУЛИСМИТУ ЛЯХУМ АДЖРУН». ВУЛЛАХУ АЛЛАМ. Продолжим эту тему начало на следующем уроке.